Начиналось все тихо. Несколько десятков людей, песни, пляски, выступления казаков. На привокзальной площади Владивостока возле памятника Ленину горожане отмечают День России. Но после часа дня возникло напряжение. Активистов стало больше. Рядом с лагами горожане развернули оппозиционные плакаты. Он вам не демо! Он вам не демо! Он вам не демо! Он вам не демо! И третьего восставку! И третьего восставку! И третьего восставку! Я не знаю, какие цели, почему они так поступают некрасиво. Но на самом деле это неправильно. И мы, если вы слышали, несколько раз я их попросил удалиться с нашего мероприятия. Потому что мы совершенно не такую цель присутствовали. Наша цель патриотическая, культурная. Познакомить жителей, гостей города с казачьей культурой, с народной культурой. О том, что казаки отпразднуют День России, выкли памятник Ленину, было известно еще в начале июня. Эту площадку одобрили в Краевой администрации, пригласили на мероприятие абсолютно всех, в том числе и оппозиционеров. Но без политических лозунгов. Для сторонников Навального власти отвели другое место – сквер ветеранов Новострецова-4. Как уже понятно, план не сработал. Мы молчали, но мы не будем молчать. Мы оставим власть отвечать. Мы оставим власть отвечать на все ее преступления. Но первыми ответили сами голосящие. Организатора митинга во Владивостоке коммуниста Юрия Кучина повязали еще до начала мероприятия. Следом в отделение РУВД забрали его собратьев. В итоге в полицию были доставлены 22 участника митинга. Шестеро из них – несовершеннолетние. К полицейским подключились и казаки. Судя по их действиям, они сами себя наделили полномочиями правоохранительных органов. Просили митингующих свернуть плакаты и не портить им праздник. Сначала в словесной форме, а потом и на кулаках. По сообщениям других СМИ под горячую руку попали даже журналисты. Кому-то повредили телефон, толкнули, ударили или просто покрыли матом. Казаки, когда я сюда сначала пришел, меня не пустили. Сказали, я тогда еще не был таким знаменитым. Мне сказали, что вот ты сразу радикально, мы тебя не пустим. Просто вот другом пришел. Я даже без плаката, просто с флажком России. Пошел в полицию, полиция сказала, у тебя флаг России, красава, иди. Пришел, смотрю, казаки всех прессуют, все боятся куда-то выйти, потому что люди не понимают, что им делать. Нет организатора, людей надо организовывать. Когда здесь еще не было вот этой музыки, к человеку, который вел стрим, то есть онлайн-видео трансляцию, к нему очень нагло провоцировали, выдирали телефон, бросали, это все есть записано на видео. Я возмущена вот этим вот цирком, потому что я пришла, приехала за сто с чем-то километров, чтобы на праздник, чтобы отдохнуть, чтобы именно поддержать Навального, то есть молодежь поддержать, потому что то, как мы живем, я считаю, нарушение Конституции нашей, это, конечно, до хорошего не доведет. С привокзальной площади митингующие переместились на набережную в сквер Макарова, но там акция протеста продолжалась недолго. Полицейские в касках и бронежилетах всех разогнали, после чего оставшиеся смельчаки вернулись к памятнику Ленину. По словам главы ОМВД по Приморскому краю Николая Фанасьева, нарушения со стороны его сотрудников не было, они выполняли свой долг, чего нельзя сказать о представителях оппозиции, ведь их митинг был несанкционированный. Валерий Белоусев, Евгений Апарин, Александр Портовщук, Новости на Восьмом.